Воевать мы учились в заслонах. Это новая книга бендерского писателя Владимира Шаповалова. Сегодня прошла презентация. Сюжет об участнике Великой Отечественной. Георгий Кожухарь ушел на фронт добровольцем в 41-м. Служил в пехоте, победу встречал в родных бендерах. Много лет назад ушел из жизни. Автор повести был знаком с ветераном. В книге собрал все воспоминания. Как спал под шинелью на фронте и впервые взял в руки ружье Дегстерева. Бился с немцами. Личные воспоминания о Великой Отечественной. В основе книги «Путь ветерана Георгия Кожухаря». В 41-м он ушел на фронт добровольцем. А в 44-м после освобождения бендер вернулся на костылях. В бендерах сегодня прошла презентация. Воспоминания ветерана описал Владимир Шаповалов. Немцы, когда наступали, и румыны, они отступали по южной части, аж до Кавказа. И они именно устраивали заслоны и засады, чтобы остановить немцев. Потому так и называется. Воевать научили в заслонах. Владимир Шаповалов и ветеран Георгий Кожухарь были знакомы. Много беседовали. Ветеран делился воспоминаниями. Ранее, будучи журналистом, Владимир Шаповалов написал о герои несколько очерков. А в этом году решил издать повесть. На рисунке изображен он в этом месте, где вот крест такой. Видите, это он как бы стоит на месте вот этой высоты 121,4, где они были, где он получил тяжелые ранения в бедро и в ногу. Высота 121,4 или голубая линия была одной из центральных в обороне фашистов на Кавказе. Полк, где служил Георгий Кожухарь, должен был взять эту высоту. В этом бою Георгий Кожухарь был ранен. Потом снова на фронт. Тут есть у него поэт, один друг, он тоже отсюда, из Молдавии. И он сочинял стихи. Окопный поэт, так называемый такой. Окопный поэт. И вот есть такие моменты, когда черствия души этих солдат, этот окопный поэт, он их как бы раскрывал, эти души. В 44-м Георгий Кожухарь снова попал в госпиталь. А после освобождения Бендер вернулся домой на костылях. Восстановился, стал учителем физкультуры. На презентации книги были бывшие ученики и ветерана. Георгий Карпович Кожухарь – это мой учитель. Это человек редкой душевной красоты. Нисколько я не преувеличиваю. К сожалению, вот произведения, которые были бы связаны с воспоминаниями еще тех людей, которые живы и были на Великой Отечественной войне, их все становится меньше и меньше. Привлекает стилем написания, потому что война дана сквозь призму воспоминаний тех, кто ее прошел на самом деле. Для Приднестровской литературы это нечто новое. Тираж новой книги – 60 экземпляров. Их передадут в библиотеки Бендер и Тирасполя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова